На часах едва за 7 утра, а в палаточном городке в 200 километрах от Казани уже вовсю кипит жизнь. Обязательные водные процедуры, очередь у полевой кухни и, на удивление, хорошее настроение в столь ранний час. С первого взгляда мы попали в туристический лагерь. Но уже через 10 минут наблюдений становится ясно – это самые настоящие студенты. В нашем случае – Института геологии и нефтегазовых технологий КФО. В эти дни они проходят свою первую летнюю практику. И глухие леса Титюшского района Татарстана на 10 дней стали для них родным домом. Каждый день у юных геологов буквально расписан по минутам. Сразу после завтрака ребята уходят на геологическую практику. 15 минут на сборы – и вот первый отряд уже покидает лагерь. До крайней точки маршрута без малого 10 километров по полям, оврагам и лесу. Но к этому испытанию на пятый день уже все привыкли. Как, впрочем, к палящим лучам солнца, назойливым комарам и полному отсутствию благ цивилизации. Ведь взамен ребята получают гораздо больше. Нам выпал прекрасный шанс познакомиться ближе с тем, о чем нам твердили целый год. Пощупать все это. А для меня это еще и возможность узнать больше о Татарстане, посмотреть красивые места, попутешествовать. Здесь я узнал много интересного, о чем раньше не слышал. Мне нравится тем, что то, что мы учили, читали в книгах, было ничего особо непонятно, представления не имели. А тут мы имеем возможность на своих глазах увидеть это все, понять, учимся описывать. Написано в книжке, конечно, как определить породу, но у геологов свои фишки. Там погрызть, ногтем поцарапать. Целый год же жили в этом удобстве. Можно летом выйти на природу, почувствовать все это в палатках. Хоть есть неприятные моменты в плане того, что цивилизации отсутствует, но мне все равно нравится то, что здесь как бы все сплоченными становятся. В общем, природа объединяет уж людей. Одной из главных составляющих геологической практики во все времена было исследование обнаженных горных пород. Как правило, для этого будущие геологи направляются к крутым берегам рек, оврагам и пещерам. Здесь ребята оттачивают основные навыки будущей профессии. Строят маршрут экспедиции, изучают строение и состав горных пород, исследуют геологическую деятельность воды и ветра, составляют карты. Все это под чутким руководством преподавателей и даже именитых ученых из-за рубежа. Я обожаю работать с молодым поколением, с теми, кто только делает свои первые шаги в науке и никогда не упуская подобные возможности. Поэтому с радостью откликнулся на предложение Института геологии провести для ребят цикл лекций на летней практике. Это отличный опыт для меня и для других. Когда я вижу, как горят их глаза, у меня появляется сила двигаться вперед, потому что я твердо вижу, что есть для кого это делать. Работа на срезе занимает около двух-трех часов. После геологии возвращается обратно в лагерь на обед. Здесь голодых и уставших товарищей встречают дежурные по кухне. В меню уже традиционный суп на костре, после – час на отдых. А затем начинается самое интересное. Бывалые геологи прозвали сие действия камералкой. Это своеобразный отчет по итогам работы на срезе. Все, что требуется от студентов, перенести на бумагу маршрут, строение среза и многие другие геологические нюансы. Как выяснилось, это та самая ложка дегтя. Но все же даже она не способна испортить атмосферу единения с природой. Я выбираю жить в skype. 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 Александр Александров, Евгений Максимов. Универньюз. Продолжение следует...